Вдохновлялись мы музыкой 90-х, даже еще по названию пока как такового нет. Но вот он именно такой свободный, героический и безумно эмоциональный, наверное. Я тебе говорю, мужик пенсионер. Если будешь жить вместе вот с ним. С кем? С Никитой? Да, с Никитой. Привет. Как Цюрик? Нормально? Бодренько? Садись, успокаивайся. Успокаивайся. Ну, понятно. Еду, еду. Там 30, 40 еду. Остановись. Мне Илан близок по настроению музыки. Я еще до знакомства с ним услышал его треки и подумал, блин, этот чувак знает о чем читать и петь. И поэтому я с большим энтузиазмом приехал в Амстердам, где мы круглыми сутками работали над новым альбомом. Вдохновлялись, ходили гуляли. Вдохновлялись, ходили гуляли. Давай! 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 С 뒤에 кглаздрату уже типа мы играем. Мы играем то-то самое, а хочется уже еще чуть-чуть вниз вверх. Мы разберемся, что-то самое, короче. Вам нравится, мне кажется, вот этот заход про птиц и свободу интереснее, нет? Мне кажется, вообще все круто, надо делать, надо просто делать бит и делать это хорошо. Припев, да? Ну, прикольно, круто. Не хочешь сыграть вот там? Можно пробовать, я еще не дошел до этого. Если говорить про Ливана в работе, то он очень требовательный, сверхтребовательный. Это самая, наверное, яркая его черта характера в работе. А в быту я его знаю как замечательного отца, мужа, хорошего друга, товарища. Буквально вчера в Париже, в супермаркете, когда мы брали продукты, там был дедушка, брал апельсин, они у него выпали несколько штук. И Ливан, секунды не мешкаясь, подбежал и помог. И так во многих случаях, это говорит о том, что он открытый, добрый, это важно. Ливан, секунды не мешаясь, подбежал и помог. Ливан, секунды не мешаясь, подбежал и помог. Влад, а хочешь написать вообще новую песню абсолютно, где девушка начинает петь в самом начале? Здравствуйте! Мы с Ливаном работаем вместе уже больше двух лет. Я думаю, что это единственный артист, с кем получилось создать настолько тесные рабочие отношения. Я думаю, что из минусов можно назвать только то, что Ливан пытается все успеть сделать сам. Заниматься продакшеном, снять кино, снять клип, договориться о концерте, сделать фотосессию для обложки и так далее. Но на самом деле это очень круто, потому что это его развивает как личность. Он становится с каждым днем все более опытным артистом, менеджером, продюсером. А ты на нее мелодию сегодня писал? Да, но она просто не очень грустная. Так, может быть, с ними сейчас две песни взяла. Не, можем закончить? Может быть, ты сможешь репку написать? Не, репку я могу еще написать, а я просто думаю, как... Я просто русско-английский. Как, да, я упроеду. Ну, это даже звук, понял, как... У нас нет музыки, мы не знаем. В квартире, в которой мы снимали, оказался прекрасный рояль. Он называется Кастнер. И мы, недолго думая, начали его записывать наши треки. Звучит он просто потрясающе. В нем такая, какая-то амстердамская изюминка. И я думаю, что он очень повлияет на звучание альбома в целом. Нету у меня тачки. А у тебя есть у меня порш для бедных парень? Не тушуйся. Слышь, кажется, что я тебя нечусь. Нет, конечно, бабки твои. Сам смотри. А что вообще означает это ваше NWP? Не дружу с львеносами? Что-то в этом роде? Нет. Не, Игорь, просто летись. Киша, привет. У меня есть микрофон, я через него с тобой разговариваю. Хочешь такой микрофон у себя? Да, конечно, хочешь. Вы спать ложитесь? Я сейчас на тебе проверю песню. Ты слышишь хорошо меня? Что? Приходить спать, Миша, да? Да, Миша, спать приходить? Нет ее красивой. Нет, нет, нет. Красивей нет. Красивей нет. Это вот наш мир. Нет, нет, нет. Красивей нет. Запоминается? Ну, естественно, любящий отец. Это бесспорно. Он отец, который много отсутствует в силу обстоятельств рабочих. Но при этом, вот это я могу честно сказать, если мы сейчас говорим так искренне, и какое-то искреннее, получается, слишком интервью. Приезжая домой, мы постоянно с ним, естественно, на связи. Постоянно у него спрашивают, сколько спал? Он мне говорит, там, два часа спал. Он прилетает в Москву, и как бы любой человек сделал бы так, прилетел домой и лег спать. Я бы сделал так, любой человек сделал бы так. Он прилетает домой и проводит время с сыном, с семьей, с женой. И это правда говорит о многом, потому что вот это состояние сна, его просто невозможно побороть. Если ты хочешь спать, ты уснешь. Он не спит, он куда-то ездит, они ходят гулять, они проводят время вместе. И это действительно, ну, мне кажется, это говорит о многом. Это просто, ну, такой пример, который может показать, насколько сильно он хороший отец, насколько сильно он любит свою семью. Естественно, там других примеров много, мы не будем об этом сейчас говорить, но Лёва отличный отец, да. Это точно. Субтитры создавал DimaTorzok